Всемирно известный эфиопский политолог, профессор, автор множества книг и исследователь наследия эфиопских императоров, профессор Текола Хагас работает над новой исторической книгой. Новая книга знаменитого в мире профессора посвящена эфиопскому алфавиту, истории его создания и усовершенствования. По мнению профессора Хагаса, эфиопский алфавит является одним из самых древних, которые дошли до нашего времени. Некоторыми моментами своей новой книги он поделился с журналистом Асглобус. По словам профессора, впервые о том, что армяне украли эфиопский алфавит, он узнал в 2010 году, когда посетил Турцию. Я отправился туда провести свой отпуск и заодно познакомиться с достопримечательностями этой прекрасной, древней и загадочной страны. С юности меня интересовала история государств, которые существовали в Малой Азии. Читал много книг о Троэспарте, Византии, Сельджукском султанате и, наконец, об истории одной из самых, я бы сказал, самой мощной и великой империи в истории человечества, Османской империи. Эта империя и турецкий народ внесли очень большой вклад в мировую историю, изменяя исход ее событий. Взятие Константинополя, величайшее сражение и гениальнейший военный план султана Мехмета. В общем, я восхищен этой страной. С моим другом из университета Аддис-Абеба, ученым-историком, в Стамбуле мы посетили все музеи, от Тапкапы до современного военного музея. Был во всех библиотеках Стамбула. В библиотеке Стамбульского университета я наткнулся на одну книгу, где подробно описывались события 1915 года. Распад Османской империи, процессы внутри Турции и геополитические процессы вокруг этой великой империи, которая в то время была растерзана многочисленными врагами. Именно эта книга в итоге привела меня в архивы. Изучал все подручные документы, всю литературу на английском языке. Потом в интернете искал альтернативную информацию и наткнулся на кучу ресурсов, принадлежащих армянам. Одним словом, я тратил немало времени на изучение этого дела. Ознакомился со всеми документами, армянской литературой о так называемом геноциде армян. Я продолжил изучение некоторых документов, копии которых сделал с разрешения руководства Стамбульского архива. Меня просто поразило то, что армяне так мастерски, бесстыдно, цинично и бессовестно исказили исторические факты. Я был просто в шоке, когда впервые взял в свои руки какую-то книгу, написанную на армянском языке. Я сперва подумал, что это на эфиопском, так как буквы были из нашего древнего алфавита. В недоумении перелистал эту книгу на непонятном мне языке, и перед глазами ожили древние экземпляры одного из самых древних алфавитов в мире эфиопского. Это была копия букв, которыми писали наши предки тысячелетия тому назад. Я, чуть не закричав от удивления, показал эти буквы своему другу, историку из университета Аддис-Абеба. Он улыбнулся и сказал мне, «Ты что, разве не знал?» Когда мы перестали писать своими буквами, армяне преподнесли их всему миру как армянский алфавит. Я несколько своих лекций посвятил этой теме в университете. Мировая наука-то знает, что это – эфиопский алфавит, а вот армяне пропагандируют его всему миру как свой. Именно этот факт наглого хищения нашего национального алфавита побудил меня провести новое исследование и собрать дополнительные факты. Наглость армян, оказывается, не имеет границ. В своей новой книге я разоблачу эту ложь, и весь мир будет знать об этой подлой попытке армянских историков похищать научное и культурное наследие другого народа. «Книга будет весьма содержательной, я включу туда события, которые произошли в Османской империи. Подрывная деятельность армян против государства, поданными, гражданами, которого они являлись, найдет свое отражение в этой моей книге. Я очень надеюсь, что после выхода эта книга окончательно сорвет маски с армянских лжеисториков, и весь мир узнает их истинную суть», – сказал эфиопский историк в интервью «Осглобус». Субтитры создавал DimaTorzok